Киреки, Кеты, Энсы и Жоры, Алиуты. Эти народы, проживающие в России, сегодня находятся на грани исчезновения. Демографы говорят, если ситуацию не изменить, узнать об этих народностях можно будет только из книг. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Цель всемирного праздника – повысить внимание к проблемам аборигенного населения, которого становится все меньше. С теми, кто помогает сохранить уникальную культуру малых народов, пообщался наш корреспондент. И бабушка всегда ходила в панице, она всегда ходила в красивой, украшенной, много-много узоров было у нее на панице. Всегда носила, всегда ставила чум рядом с домом. Когда уже жили в деревне, когда переехали на оседлый образ жизни, перешли, всегда у нее около дома стоял чум. Бабушка до последнего говорила только на ненецком языке, русского она не знала. Александра Фомина рассказывает о своей бабушке по материнской линии Поросковье. Статная девушка происходила из богатого рода Лаптандер. Она знала много ненецких сказок, преданий и песен. Кстати, одна из них вошла в репертуар самого популярного национального ансамбля округа. Например, ансамбль «Хайер», народный ненецкий ансамбль песни и танцев «Хайер», они исполняют ее песни. Я совсем недавно узнала, что мне сказали, что это вообще бабушкина песня. Наши бабушки, очень интересно. Песня такая свадебная, шуточная, как поехали на свадьбу. А дело разные пимы. Она такая интересная. Мадума манов, нямко хаевэй, тюням хаевов. Таких преданных своей культуре, как бабушка Александры, с каждым годом остается меньше. По данным комитета госстатистики НАУ, численность ненцев, проживающих в округе, составляет чуть больше 6 тысяч человек, или 15% от общей численности населения региона. Всего же ненцев в России насчитывается около 40 тысяч. Почти в 10 раз меньше в нашей стране осталось представителей еще одного коренного народа – Нивхи. Нивхи – один из древнейших народов Дальнего Востока. Археологи отождествляют его с так называемой охотской культурой. Она возникла еще в первом тысячелетии до нашей эры в бассейне реки Амур и распространилась на Сахалино-Курилы. Предки современных Нивхов селились у моря или в устьях рек. Ловили рыбу, собирали ягоды. Основой их жизни сотни лет служил морской зверобойной промысел. Кстати, в нашем округе живет представительница этого народа Галина Назарова. В телефонном интервью она рассказала нам об еще одном виде деятельности Нивхов – собаководстве. Собачье мясо шло в пищу, шкуры – на пошив одежды. На собачьих упряжках Нивхи ездили в Манчжурию для обмена товарами. Туда везли икру, лисьи, шкурки, оттуда ткани, бусы и другие диковинки. И прадед мой, он тоже ходил в Манчжурию на собачьей упряжке. И в доме у нас, как реликтовая вещь, всегда хранилась и передавалась из поколения в поколение. Манчжурский халат, расшитый золотыми нитями и драконами. Очень богатый, очень этнографически ценный экспонат, который всегда у нас выпрашивала у матери какие-нибудь музеи. С Японии приезжали этнографы. Вот они всегда этот халат выпрашивали. По словам Галины Назаровой, сегодня Нивхи с размахом отмечают Всемирный день коренных народов мира. Впрочем, как и другие народности, не только в России, но и по всей планете. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут в 90 странах мира и представляют множество языков и культур. В нашем регионе дружно соседствуют 77 национальностей. Многие из нас даже не знают, что некоторые из них представители очень редких народностей. Например, в нашем округе живут энцы, тазы и жорцы, табасараны, эвенки, манси, шорцы. Сегодня их поздравила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Миронова. С праздником, с международным праздником коренных малочисленных народов и пожелать всем добра, пожелать счастья, здоровья, любви. Пусть вас хранит ангел.